Привет, мои биатлонные друзья! Сегодня у нас нет гонок на Кубке Мира, зато прошло сразу две гонки на Кубке IBU, и с них мы и начнем. Конечно, печальная ситуация, при которой мы не выбираем квоту и не нашлось замены ни Тамаре Дербушевой, ни приболевшему Кириллу Стрельцову, ни Матвею Елисееву, который разумно, наверное, решил взять паузу в выступлениях и привести себя в порядок, что как-то вот никого не смогли привлечь, и надеюсь, что все-таки усиление с Кубка России подъедет в Хахфильцен, потому что это тоже неправильно, вот то, что и запасных не взяли, и 12 человек вот эти все отобрались, как будто все на этом. Ругать Гараничева или, опять же, Елисеева я бы не стал. У нас, знаете, как, все-таки мы, это у Ницше, у немца было падающего толкни, а мы, русские, все-таки великодушные люди, поэтому не буду я ничего плохого говорить о них. Все все прекрасно видят, все прекрасно понимают уровень этих спортсменов, результаты того же Жени, ну, показали сегодня. Но, с другой стороны, в целом команда выступила слабо. Когда один спортсмен только проходит в топ-30, который стартует в суперспринте, это, конечно, плохо. То есть, тут, понятно, и Поршнев переболел, и Гараничев переболел, и у Ильназа Мухамедзянова не пошла стрельба, пока он все-таки нестабильный парень. Я знаю, многие там пишут, что надо чуть ли не на Кубок Мира брать, да не надо спешить бежать впереди паровоза, да, эти парни там хотя бы освоятся. В итоге, в финале представлял нашу страну только Антон Бабиков, и никак он не мог вмешаться в германо-норвежское противостояние. Немцы и норвежцы оккупировали все места на расширенном подиуме, даже в восьмерке лучших. Ну, а лучший из наших Антон Бабиков не справился сегодня со стрельбой, и при том, что ход, может быть, был и не так плохо, но шесть промахов, конечно, и никакая быстрая стрельба тут не помогла, и поэтому занял Антон лишь 14 место. Победу одержал Филипп Фьельд Андерсон, запомните, есть два Андерсона, Александр и Филипп. Ну, в итоге, сегодня лучшим был Филипп, который опередил в борьбе за победу ветерана Эрлена Бьонте Горя. Кстати, никто не говорит там, что он не должен на Кубке IBU бегать, что он старый, там, плохой, такой-сякой. Нет, спокойно спустился на уровень ниже и выступает. Ну, и третий был Юстус Стрелов, немецкий биатлонист, в итоге он, как бы, замкнул тройку лучших. В общем-то, вот такие результаты. По женской гонке, там тоже не все выполнили квалификацию, в частности, у Екатерины Носковой не получилось это сделать, и Анастасия Гореева 2 плюс 2 вновь стреляла, ну, катастрофически не клеится у нее стрельба. Вот, честно говоря, непонятно вообще, чем занимались в плане стрельбы в группе Шашилова. Ну, и в группе Куваева тоже, в общем-то. То есть, в целом, вообще, наша вся женская сборная. Потому что те, кто не стрелял, они стали еще хуже стрелять. Вот что, печально. Ну, порадовала сегодня Анастасия Шевченко. Да, опять же, проиграла она на финишном круге. Хотя уходила за итальянкой Линдой Цингерли. Молодой итальянкой тоже. Могла с ней бороться. Это, кстати, по-моему, дочка знаменитого Цингерля. И, или племянница, не помню уже. Но, в общем, представительница биатлонной известной фамилии. И Настя не только с ней не поборолась на финишном круге, но и уступила еще Ирине Варвенец, которая сейчас выступает под фамилией Петренко. Не самой, прямо-таки скажем, скоростной украинской биатлонистки. Поэтому, в плане финиша, в плане последнего круга, у Насти есть над чем работать. С другой стороны, неплохо удалась стрельба. Что, конечно же, очень похвально. Также попала на расширенный подиум Наталья Гербулова. Наверное, лучшую гонку свою провела. Хотя, тоже в лыжном ходе пока все не идеально. Но, тем не менее, со стрельбой справилась и потихоньку подтягивается. То есть, в принципе, ее место на Кубке IBU точно ни у кого вопросов не вызывает. А вот Евгения Буртасова, которая чуть ли не на Кубок мира прочери после первого подиума, не подтвердила своего высокого уровня. Во-первых, слабо прошла и в квалификации последний круг. Опять много всем проиграла. Ну и там пять промахов. Ну какой тут уровень Кубка мира. Пока тоже она находится на своем месте. Поэтому, у девушек, как бы, не вижу таких очевидных вариантов с ротациями. Но, может, посмотрим. Если Шевченко там еще раз на подиум поднимется. И кто-то будет явно проседать сейчас на второй неделе. То тогда, конечно, да. Но, если Казакевич и вторую неделю не сможет ничего показать. Ну, уже действительно встанет объективный вопрос о ротации. Не знаю, хватит ли мужества у Михаила Шашилова заменить, в общем-то, свою ключевую биатлонистку, ключевую воспитанницу. Вот такие у нас расклады. Но из хорошего, что еще скажу. Что юниоры наши все-таки едут в Мартель. Деньги в Минспорта нашлись. Уж не знаю. Либо просто так долго все это согласовывалось, что люди начали уже нервничать и как-то поднимать этот вопрос. Либо же сыграл свою роль отказ от универсиады. Но о том, как в итоге готовились юниоры, как будут выступать и что происходит, мы поговорили с старшим тренером нашего резерва Владимиром Брагиным. Ну, тренировочное мероприятие на Семенском перевале оно планировалось заранее. То есть, среднегорный сбор 11 дней здесь на перевале, как планировали, так и будем проводить. 6-го числа, теперь уже есть понимание, что 6-го числа команда перелетает в Москву. Значит, одна часть спортсменов вылетает на Мартель на Кубке 1-й, а остальная часть команды переезжает, кто в УАД, ребята, девчонки, соответственно, Хейковский на Кубке России. То есть, мероприятие все штатное, никаких проблем. Отборов не было, но контрольная тренировка у нас была в Ханде-Мансийске. Сбор мы там закончили 17-го числа, ноября. Ну, в общем-то, там состав команды уже был определен. Кто поедет на Кубке Айбию, кто поедет на Универсиаду. У нас, в общем-то, тут немножко форс-мажор только из-за Универсиады. Знаете, что соревнования не ели, и поэтому, соответственно, там и за счет этих ребят сейчас, в последний момент у нас, как и сегодня, буквально, происходит РАТАЦ. Ну, там состав еще, как бы, есть небольшие согласования, потому что за счет, какая-то часть спортсменов выедет за счет Центра спортивной подготовки, да, то есть за счет Минспорта, какая-то часть ребят выедет за счет регионов. Ну, задача одна, в общем-то, команда молодая. В принципе, вы, наверное, знаете, там практически ребята все, там, в 2001-2002 года, буквально всего два человека, в 2000-2002 года. Поэтому, естественно, хотелось бы их обкатать на международных соревнованиях, посмотреть, как это будет выглядеть. Потому что те ребята, которые соревнуются, как в России, и когда соревнуются за рубежом, часто бывают, в общем-то, разные вещи. Поэтому это первые годы, в самом деле, будет международный старт, хотелось бы посмотреть, во-первых, их международные соревнованиях, и во-вторых, знаете, марсель, это высота 1800 метров, в средневодных условиях. Абсолютно те сборы, которые мы планировали изначально, еще в апреле месяце, они все были в штабном режиме. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал и не заходите на штрафные круги.